Севастополь 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 Положение статьи 303 Конституции Российской Федерации конкретизируется в федеральном законодательстве. На территории Российской Федерации действуют непротиворечившие Конституции России нормы указа Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года с изменениями и дополнениями от 4 марта 1980 года и 2 февраля 1988 года. О порядке рассмотрения предложений, заявлений, жалоб граждан. В названном указе рассматриваются вопросы, относящиеся к рассмотрению обращений граждан. Указ выделяет три вида обращений, предложения, заявления, жалоба. Заявление это документ, в котором лицо обращается с просьбой к государственному органу, органу местного самоуправления, общественному объединению, должностным лицам, государственным служащим о реализации принадлежащего ему права, заприкеленного в Конституции России законодательстве подзаконных нормативных и индивидуальных актов. В силу статьи 3 Конституции России пункт 2 народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Непосредственно означает прямое волеизъявление народа, принятое им решение, свое решение мы приняли. На основании этого требуем от вас, Михаила Владимирович, как губернатора, дать поручение своим подчиненным из департамента внутренней политики, подготовить короткий срок с предварительным обсуждением и согласованием с представителями общественности, общественниками города-героя Севастополя, постановление на постоянной основе один раз в неделю. Первое. Проводить совместные дебаты в прямом эфире с участием представителей исполнительной законодательной власти и представителями непосредственной власти севастопольцами. Второе. Организовать передачу на телевидении, в которой будут принимать непосредственно участие общественники города, пользующиеся авторитетом и уважением севастопольцев. Третье. Выделить страницу в печатном издании «Севастопольское известие», посвященную общественности города, в которой общественность города, представители общественности, уважаемые люди будут освещать жизненно важные вопросы, касающиеся севастопольцев и города. Михаил Владимирович, наше обращение к вам – это наше заявление в силу статьи 3 Конституции России, пункта 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Суверенитет народа, произведен от суверенитета нации, и означает верховенство политической воли народа над государством, его органами, отдельными гражданами. В совместном демократическом правовом государстве суверенитет народа выражается в правовых формах в виде решений, имеющих высшую юридическую силу. Еще раз заостряем ваше внимание на проведении публичных дебатов между представителями правительства Севастополя и губернатора с представителями общественников города Севастополя, пользующихся авторитетом и уважением среди севастопольцев, а не приближенных к руководству города по вопросам социально-экономического развития города Севастополя, благосостояния севастопольцев, сохранение исторического наследия, исполнение федеральной целевой программы развития города Севастополя и по другим вопросам. Надеемся, что Совет общественного движения выразил свою позицию понятно для всех. По поручению Совета общественного движения, председатель Совета общественного движения за наш город герой Севастополь Бин Али и подписи членов Совета.